Здоровье Здоровье Называет термином инсомния И об этом мы поговорим сегодня Знакомьтесь, пожалуйста, в нашей студии Леонид Деревянко, врач-невролог, сомнолог Руководитель сомнологического центра Здравствуйте Здравствуйте И к нам сегодня еще в качестве эксперта Пришел Константин Коробецкий Добрый день Здравствуйте Леонид Сергеевич, есть мнение, что Если меньше спишь, делаешь больше дел Не совсем Существует действительно вот какой-то отрезок Временной, когда человек обязательно должен спать Конечно Сон это такая же мотивация, как и питание И без сна человек не может нормально функционировать Поэтому минимальный отрезок для большинства людей Составляет порядка 6-7 часов ночного сна Вообще интернет сообщает, что вот рекорд Бессонницы составляет 18 дней 21 час 40 минут Этот рекорд был зафиксирован на соревнованиях По сидению в кресле-качалке После чего победитель расплатился за свое достижение Галлюцинациями, расстройством речи, зрения, провалами в памяти Я лишь могу добавить, что обычные галлюцинации, провалы в памяти Наступают на третий, четвертый день Лишения сна Возможно, именно так у него и было Но он как-то это терпел 18 дней ради рекорда Мы говорим сегодня о проблемах расстройства сна А проблема ли это на самом деле? Может быть, это просто какие-то единичные случаи? Нет, это действительно достаточно большая проблема В настоящее время По данным статистических исследований Больше 40% населения в той или иной степени Не удовлетворены качеством ночного сна Но вот обращаются за медицинской помощью Может быть, процентов 10 Из всех тех людей, которые в той или иной степени Страдают расстройствами сна Вот, возможно, обращаются из-за недостатка информации И я надеюсь, что сегодня мы недостаток это Попытаемся восполнить Да, возможно, люди просто не знают, к кому обращаться Константин, вы эту проблему испытали на себе Да Что вообще с вами случилось? Как это произошло? У меня мучила бессонница Не мог нормально спать Вечно просыпался каждый час В течение какого периода? В течение, наверное, 2-3 месяцев А вы нормально засыпали, а потом просыпались все время? Нет, я и засыпал плохо Не мог уснуть Потом уснул, проснулся Так вот через каждые полчаса, 40 минут А когда вы поняли, что это проблема, которая не пройдет сама собой? Ну, спустя какое-то время, там, спустя 2-3 месяца А что делали? Слонов считали, молоко пили? Вообще, как-то решали самостоятельно? В телевизорах смотрел Прекрасно Сейчас Леонид Сергеевич, наверное, нам расскажет, как это помогает в пребессоннице Ну да Ну вот, как-то отвлекался, чтобы уснуть Чтобы глаза устали Более засыпал Не помогало? Не-а И вы самостоятельно пришли к решению, что вам нужно все-таки обратиться к специалисту? Конечно Так, а были ли у вас вопросы, куда идти, собственно, с этим? Имеется в виду, какого специалиста выбрать для решения проблемы? Да нет, вопросов не было Незнакомые порекомендовали А знакомые уже сталкивались с этой проблемой? Да, тоже было А скажите, Константин, а среди ваших знакомых, родных, друзей Кто-то тоже Ну там среди друзей было, у кого бессонница тоже страдала А вы с чем-то связываете этот вопрос? Ну может, это на эмоциональном, с работы связано С нашим ритмом жизни То есть о бизнесе, наверное, думаете много? Конечно Леонид Сергеевич, а когда считать расстройство сна патологией? Ну может быть, это пройдет там через неделю-две Может быть, в жизни человека просто какой-то эмоциональный период? Обычно сон нарушается как реакция на различные стрессовые факторы Либо это может быть связано с различными рабочими ситуациями Когда человек в той или иной степени сознательно ограничивает себя во сне Например, при перелете, при смене часовых поясов, при интенсивной работе То есть много спишь, мало делаешь, да? С чего мы начали? Да, подготовки к экзаменам и так далее То есть это называется реактивная То есть реакция на определенный стрессовый фактор нарушения сна И, как правило, после того, как этот стрессовый фактор ушел, прекратил действовать То сон нормализуется в течение нескольких суток В каком случае, при каких условиях нужно понимать, что требуется специалист? Специалист требуется, если человек не в состоянии сам справиться со своими нарушениями сна Если они существуют в течение нескольких дней, в течение недели Если они нарушают привычный ритм жизни, работоспособность То есть человек приходит на работу, он не может выполнять свои привычные обязанности Ему тяжело Вот, в этом случае, безусловно, необходимо обратиться к специалисту Лучше всего к специалисту-сомнологу Бессонница, она же инсомния, широко распространенное расстройство сна Встречающееся у людей всех возрастов Согласно мировой статистике, нарушениями сна страдают более 40% жителей крупных городов Большинство пытаются справиться с проблемой самостоятельно Те, кто отчаялся, ищут специалистов Что беспокоит вас, Ксения? У меня периодически пропадает сон, не могу уснуть В первую очередь неврологу предстоит выяснить степень расстройства сна Для этого проводят первичный осмотр и анкетирование Существует специальная анкета, где пациент отмечает свои жалобы На основании этого врач назначает дальнейшее обследование или лечение Это совсем все плохо у меня, значит? Это требует диагностики, дообследования и требует лечения Потому что это, безусловно, не представляет опасности для вашей жизни Но качество жизни может привести к нулю При выявлении одного или нескольких симптомов, указывающих на нарушение сна Необходимо более глубокое, комплексное обследование Наиболее распространенным методом является полисомнография Это обследование проводится сомнологом в специальной лаборатории, где пациент должен провести ночь Во время его сна множество датчиков одновременно регистрируют биоэлектрическую активность мозга Сердечную деятельность, дыхательные движения грудной клетки, насыщенность крови кислородом и другое Всего может быть установлено более 20 датчиков Электроды подключаются к внешнему выносному блоку и не доставляют спящему никаких неприятных ощущений Человек может двигаться, поворачиваться и вставать Вам комфортно, удобно, более чем хорошо Лучше, чем дома? Лучше, чем дома, конечно Все, что происходит во сне, в полной темноте записывает специальная камера с инфракрасным прожектором Всю ночь рядом с палатой дежурит медсестра, в отдельных случаях врач Они контролируют состояние испытуемого и работу приборов Такое обследование дает возможность изучить состояние мозговой активности И функционирование основных систем организма во время каждой из пяти стадий сна Константин, пришлось ли вам провести ночь с такими электродами, как это вы перенесли? Перенес хорошо Какую ночь? В эту ночь также просыпались каждый час или как раз таки удалось выспаться? Нет, тоже просыпался Леонид Сергеевич, что на базе такого обследования вы выясняете? Это стандартное обследование, которое позволяет объективизировать проблемы ночного сна Вот получили вы показания Компьютер регистрирует эти параметры в течение всей ночи Дальше с этой записью работает уже врач-сомнолог То есть он просматривает эту запись Есть так называемая автоматическая обработка записи Можно запись обрабатывать вручную Как правило, проводится и та, и другая обработка В результате определяется так называемая гипнограмма То есть это диаграмма, на которой показаны фазы сна Как человек спит? Там видно, сколько человек бодрствовал, когда он просыпался, когда он спал в медленном, в быстром сне И, например, если мы встречаемся, допустим, с таким заболеванием, как снохождение То мы можем видеть, что вот в данный момент пациент встал и попытался пойти Вы про лунатиков сейчас так называемых говорите? Да, да, про сомнамбул Вот в какой фазе сна, например, это произошло То есть быстрый это или медленный сон и так далее Кроме того, достаточно часто встречается такое интересное расстройство, как неузнавание ночного сна Пациент приходит к врачу и говорит Доктор, я не сплю в течение 8 лет Каждую ночь я не сплю В то же время родственники утверждают противоположное Ему кажется, что он не спал в медленном Ему кажется, что он не спит, да На самом деле он спит Он спит обычно в поверхностных фазах сна Сон прерывистый, фрагментированный Но, тем не менее, он спит Но он этого не осознает Ему кажется, что он всю ночь просто находился в кровати, лежал, считал слоников Константин, ну, забегая вперед, удалось ли вам решить проблему? Да, удалось Сколько времени на это ушло? Порядка двух недель То есть за две недели вы вернулись к своему обычному состоянию? Чем все-таки корректируется расстройство сна? Это какие-то препараты, это физиопроцедуры, это уколы? Что вообще? Это какая-то психотерапия? Ну вот, гигиена сна, это как бы первая ступень Да Самое простое, то, что человек может выполнить То есть кому-то, может быть, этого и достаточно будет, да? Кому-то, может быть, этого будет вполне достаточно, да В вашем случае так было, Константин? В моем случае было физиопроцедуры Все-таки пришлось подключать, да, другие методы лечения То есть это медикаментозное лечение То есть это различные препараты Успокаивающие, стимулирующие сон Так называемые, позволяющие пациенту легче войти в сон Препараты противотревожные Ну, существуют определенные схемы лечения И здесь мы работаем достаточно тесно с психотерапевтами Потому что они также используют эти препараты Существуют различные физиотерапевтические аппаратные методики Которые способствуют улучшению ночного сна И наступлению первых фаз поверхностного сна Это различные виды нейростимуляции То есть воздействия импульсными Импульсным током небольшой интенсивности На структуру головного мозга Всегда ли удается добиться результата? Не всегда удается добиться результата быстро То есть иногда требуется Сколько максимально может? Но это все-таки не очень долго, да? Это не долго, да Это оптимальный вариант В вашей практике максимальный период? Несколько месяцев Несколько месяцев пациенты Проходят курс лечения При этом у них бывают ухудшения, бывают ремиссии Наша задача добиться относительной ремиссии То есть стабилизировать пациента Так, чтобы вот эти нарушения засыпания И поддержания ночного сна, они были минимальные Вот в ситуации с Константином Лечение закончено? Или вы еще все-таки будете возвращаться к каким-то моментам? Я думаю, что в ситуации с Константином Мы будем встречаться на повторных врачебных визитах Чтобы оценить состояние Ну, скажем так, психологический настрой В течение данного времени Мы активно используем специальные опросники Которые позволяют выявить уровень тревожности И уровень депрессии у пациента И в случае необходимости, я думаю, мы будем корректировать Многие люди во сне храпят И, ну, это доставляет дискомфорт тем, кто рядом Это понятно А вообще, насколько это опасно Является ли это какой-то патологией И что из этого может произойти? Да, вот мы с вами говорили об инсомнии То есть это отдельная группа нарушений сна А другая большая группа Это группа, связанная с различными дыхательными нарушениями сна И, как правило, они развиваются на фоне храпа То есть в самом легком варианте храп, он мешает окружающим Но, как правило, как правило, рано или поздно Если человек не стремится уменьшить свой храп Не стремится с этим что-либо сделать Но на определенном этапе возникают остановки дыхания на фоне храпа Это обусловлено тем, что ночью мягкие ткани глотки расслабляются Они вибрируют в потоке вдыхаемого-выдыхаемого воздуха Создавая, собственно говоря, храп Но дальше вот эти мягкие глотки вместе с корнем языка Они могут перекрыть просвет верхних дыхательных путей И возникает остановка дыхания Которая может длиться от 1-2-3 секунд до нескольких минут И вот когда эта остановка дыхания, она достаточно продолжительная То в крови начинает снижаться содержание кислорода И вот это уже опасно То есть это может представлять определенную угрозу жизни То есть всего скорее в этот момент человек не умрет Но что произойти может? В этот момент происходит стресс Надпочечники выбрасывают гормоны стресса, адреналин Который будет головной мозг Головной мозг тонизирует глотку Происходит сильный вдох такой, с сильным таким схрапом Пациент в это время, как правило, просыпается Ну, как правило, он просыпается на доли секунды Дальше он снова же засыпает Снова начинает храпеть Возникает новая остановка дыхания Выброс адреналина И вот так все это замыкается в порочные круги И когда у таких пациентов регистрируют полисомнограмму То на полисомнограмме видно, что в течение часа Может быть до 30-40 остановок дыхания Поддается ли коррекция лечения Это проблема? Да, в настоящее время разработаны вполне четкие стандарты Лечения этого заболевания Если раньше еще, в 70-е годы прошлого века Не могли лечить остановки дыхания Это называется синдром абструктивного апноэ сна Только хирургическим путем лор-врачи Ну, создавали относительную коррекцию этого состояния То в 80-е годы были созданы специальные приборы Эти приборы называются... Этот метод лечения называется СИПАП-терапия Это английская аббревиатура Прибор представляет собой достаточно сложный аппарат Я так понимаю, это он, да? Да, вот я принес один такой прибор в студию Он представляет собой достаточно сложный аппарат Который подает в верхние дыхательные пути воздух Расширяя верхние дыхательные пути до такой степени Что человек перестает храпеть И у него исчезают все остановки дыхания То есть человек должен вот в этой маске спать, да? Давайте объясним Значит, прибор представляет собой компрессор В этом, правда, приборе находится компьютер Который постоянно ориентируется на сопротивление верхних дыхательных путей То есть на вдохе прибор подает одно давление воздуха На выдохе другое давление То есть это не обследование, это уже лечение Это не обследование, это эффективный метод лечения Значит, пациент спит вот в такой маске Он надевает эту маску, которая фиксируется на голове специальной шапочкой Прибор подает в маску вполне определенное давление воздуха Первоначально настраивает этот прибор врач И дальше пациент спит каждую ночь Он может спать с вечера до утра Используя этот прибор Либо использовать его в течение нескольких часов Так тоже возможно В итоге полностью исчезает храп Полностью исчезают остановки дыхания во сне Пациент утром встает У него нет утренней разбитости И нет дневной сонливости Потому что опасен даже не столько сам храп И синдром обструктивного опно и сна Сколько опасность представляет Выраженная дневная сонливость Пациенты начинают спать Садясь на стул Они начинают засыпать на совещании Садясь за руль И самое страшное Они когда садятся за руль Особенно в утренние часы Они засыпают за рулем И даже такой пациент По данным американских исследователей Опаснее, чем нетрезвый водитель Ну, собственно, это неудивительно Илья Сергеевич, еще один вопрос касаемо сна Многие пытаются, проснувшись, трактовать Что там они такое увидели во сне И что бы это означало Но вопрос не об этом Я знаю много людей Вот, кстати, Константин Вот вы видите когда-нибудь страшные сны? Видите кошмары? Ну, конечно, бывают Ну, это не является вот вашей какой-то проблемой? Это редко бывает? Нет, нет, проблемы такой не бывает Ну, а для кого-то ведь это Бывают серьезные проблемы Я знаю, что некоторые люди видят Один и тот же сон Один и тот же кошмар На протяжении какого-то времени Это можно как-то научно объяснить И что-то с этим делать? Дело в том, что ночные кошмары Они представляют действительно сновидение С угрожающей такой эмоциональной окраской И по сути они всегда являются отражением Какого-то внутри личностного конфликта То есть есть ситуация, неразрешенная ситуация В отношениях с близкими людьми В отношениях, может быть, на работе В отношениях в окружающем социуме Который человек пока не решил Может быть, он отложил эту ситуацию Но эта ситуация периодически всплывает в бессознательном И в форме таких вот аллегорических образов Эта ситуация отражается вот в таких кошмарных сновидениях Как правило, это повторяющиеся сны Навязчивые сновидения То есть когда одна и та же картинка сна Повторяется регулярно каждую ночь Или там с определенной периодичностью Или после стрессовых факторов и так далее И вот здесь очень важно взаимодействовать С психологом, с психотерапевтом Который может дать объяснение А для близких? Вот человек кричит во сне Может быть, вздрагивает Что делать? Нужно ли что-то делать в этот момент? Нужно ли его будить? Или оставить все как есть? Если человек кричит во сне Если у него какие-то двигательные нарушения То оптимально, если они Родственники, это пациент Если они обратятся к специалисту К врачу-сомнологу Потому что вот именно в таких ситуациях Показано полисомнографическое исследование И вот мы проводим это полисомнографическое исследование На базе сомнологического центра Такие центры есть во всех крупных городах Российской Федерации Ну а человека все-таки разбудить в этот момент Для того, чтобы прекратить его кошмар? Или я где-то читала, что наоборот Это может быть опасно Нет Некоторые дуют на лицо Там, но я не знаю Если человек сам не просыпается То будить его не нужно Пусть продолжает оставаться в кошмаре Может быть, на ночь На ночь дать Легкие успокаивающие препараты По поводу более серьезных препаратов Следует этот вопрос обсудить Точно не стоит их назначать самостоятельно Но во всяком случае тем, что родственники будут будить человека Они его не избавят от этих ночных кошмаров Ну и в завершение все-таки хотелось бы понять, можно ли не довести себя до расстройства сна Вот Константин, вы на базе того, что произошло с вами Сейчас делаете что-то, чтобы вот в будущем это не повторялось? Какая-то профилактика вообще возможна? Ну стараюсь раньше спать ложиться, больше высыпаться, больше отдыхать Ну а раньше спать ложиться, может быть, вы ложитесь рано, а заснуть все равно не можете Как вот с этим? Не, ну раньше-то я Не то, что и не высыпался, и сам себя много нагружал Эмоционально, и физически, тренировками И стрессами на работе Больше сейчас стараюсь, больше отдыхать То есть сейчас вы перед сном время покоя уделяете, да? Леонид Сергеевич, что все-таки стоит учесть тем, кто еще не попал в эту историю, и чтобы в нее и не попасть? Я думаю, что всем людям следует оберегать себя от лишних стрессовых факторов Ну и соблюдать элементарные правила, которые помогают человеку стабильно существовать в нашем обществе И иметь нормальный, стабильный сон В общем-то, эти факторы достаточно простые Это режим сна Это создание комфортных условий в спальной комнате Это, соответственно, режим, правильный график отдыха Потому что ведь очень многие К нам приходят очень многие пациенты, которые работают руководителями, бизнесменами И они говорят А я не был в отпуске 4 года Потому что я не могу туда уйти, потому что у меня дело, у меня бизнес Это вот повсеместно, по-моему, такая история Да, да, да Таким образом они вводят себя в состояние хронической тревоги И одним из симптомов вот этого тревожного расстройства является нарушение сна Вот, поэтому следует обязательно не только эффективно работать, но и хорошо отдыхать полноценно Вот мне кажется, очень приятно прийти на прием к сомнологу Потому что он пропишет отпуск, пропишет сон и какие-то еще приятные вещи Спасибо большое, дорогие друзья, за участие в нашей программе Спасибо Подведем итоги Потребность во сне взрослого человека в среднем составляет 7-8 часов в сутки Альберт Эйнштейн писал Я провожу во сне треть жизни и не самую худшую Бессонница не просто снижает качество жизни Она является фактором повышенного риска таких заболеваний, как инсульт, сердечная недостаточность Ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, ну и, собственно, много чего еще Так что не пропустите начало проблем До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин